Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся на кухне. Я также, я по-прежнему худею, будет очень много блюд. Сегодня я покажу, как засолить форель, потому что солёная форель, она тоже проходит по диете, потому что не так много калорий и немножко можно её добавлять в диету, в нашу диету. Также, посмотрите, сама по себе форель не калорийна. Соль, то, что мы добавим, это если добавим только 2 ложки сахара, из-за этого она для вкуса, чтобы усилить вкус, чтобы она была вкусная. А так иногда можно есть её и при диете, потому что я буду делать роллы с неё тоже и буду использовать вот эту вот форель. И давайте, как засолить форель, очень вкусно. Самый лучший рецепт засолки форели. Давайте начнём. Три филейки на 2 килограмма. Что нам понадобится? Запомните, на 1 килограмм, это очень легко. На 1 килограмм идёт, грубо говоря, 2 столовых ложки соли, 1 столовая ложка сахара. Или брать проще, через весы, 40 на 1 килограмм форели идёт 40 грамм соли, 20 грамм сахара. Всё. Это будет, запомните, на 1 килограмм, ещё раз, 1 килограмм форели, 40 грамм соли, 20 грамм сахара. Далее берём ёмкость. Посмотрите. Обратите внимание, что хвосты, где ближайшая часть к хвосту, я их убрал, потому что хвосты, они очень сильно пересаливаются. Лучше использовать их для других блюд. Например, я нарезал их кубиками, буду делать какие-нибудь диетические пасты или добавлять их в супы. Режем на 2 части форели. После засолки можно заморозить, потому что нам всё не нужно. Вот, посмотрите, получилось 6 кусков у нас такой классного филе. Я показывал, как обработать. Я взял целиком 2 форели. Если интересно, тоже посмотрите. Получается очень выгодно солить самому. И давайте начнём. Добавляем нашу соль. Добавляем наш сахар. Обязательно, посмотрите этот рецепт, обязательно добавим немножко сушёного укропа. Чуть-чуть вот так добавим сушёный укроп. И смесь перцев. Лучше просто перчик розе горошком добавить. Немножко смесь перцев. Капля растительного масла. Всё это дело, как следует, мы сейчас натираем, перемешиваем и убираем на сутки в холодильник. В сутки наша форель солится. Ну и так, посмотрите, наша чудесная форель. Слабосолёная. Также можно засолить любую красную рыбу, семгу, лосось. Готово. Она изумительная, она нежная, она очень вкусная. Нотки укропа придают божественный, прекрасный вкус. Попробуйте по этому рецепту, подержите одни сутки и будет просто великолепно. Можете кусочек оставить, остальные вот по этим кусочкам можно убрать заморозку. И да, это достаточно диетическое блюдо, потому что там всего 180 калорий. Я не говорю, это есть с утра до вечера. Она тем хороша, там нет консервантов, всякой химии, что присутствует в магазинах. Непонятно, как её солят в упаковках. И причём она стоит бешеных денег. Лучше солить самому дома. Лучше брать вообще целые непотрошённые тушки форели. И спокойно их обрабатывать. Можно попасться на икра и всё остальное. Делаем кубики, солим всём, гусей, стейки, всё что угодно. У меня по этому поводу есть другое видео. Давайте попробуем. Ребята, это просто божественный вкус. Попробуйте по этому рецепту засолить рыбу, и вы не пожалеете. И да, я буду делать из неё роллы. Солёные всякие гунканы, суши. Также добавлять салатик. Почему бы и нет, это тоже диетическая форель. Есть её, конечно, есть по чуть-чуть. Она тоже будет присутствовать в моём рационе. Итак, и блюда с ней вы увидите позже. Можно делать великолепную нарезку на стол. Итак, на сегодня всё. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу о рыбалке. Поняли ВКонтакте, ссылочки будут в описании. Всем пока.